Наши коллективы связывают давние неразрывные узы. Ведь идея создания нашего политеха принадлежит герою социалистического труда, бывшему генеральному директору объединения Милипси Александру Савичу Большеву. И вот уже ровно 50 лет идея, которую он воплотил в жизнь, она дает свои плоды. Это сегодня кузница кадров не только для заводов нашего региона, но и для многих заводов нашей Российской Федерации и ближних зарубежных. Десятки тысяч выпускников работают сегодня на многих ведущих предприятиях нашей страны. Более тысячи наших специалистов – это выпускники нашего политеха. Я его так называю, Вятское государственное университет. А половина моих заместителей и членов правления также закончила наш институт. Более 100 студентов проходят практику на нашем предприятии. И ежегодно наш завод пополняет более 30 молодых специалистов, выпускников нашего института. А 25 лет на нашем предприятии существует кафедра, где по пяти винным дисциплинам преподают работники нашего предприятия. Первоначальное образование – это техническое училище номер один города Тирово. По специальности электромонтажник, затем служба в армии. После армии была такая кафедра – это рабфак, рабочий факультет. То есть люди шли с заводов, после армии полгода они вспоминали, кто забыл все дисциплины, затем поступали в институт. Так вот, я после армии поступил на рабфак и закончил наш политех в 79-м году. Значит, моя дипломная работа была связана как раз с изделиями завода Лепси. Это улучшены условия коммутации генератора ГБА-3ДП. Это управление пушкой вертолеты. А председателем ГЭКа был Александр Савич Большев. И ему понравилась моя работа, и мне было предложено прийти работать на завод имени Лепси вместе со своей супругой. Поэтому своей карьерой я обязан все дать моему первоначальному образованию. Это политех, электротехнический факультет, специальность инженер-электромеханик. Прошел путь от конструктора до генерального директора. А студенчатые годы, они самые интересные. Было много таких моментов. И вот, ну, в первую очередь, конечно, строит ряды. Вот мы начинали с первого курса, это работы в строит рядах. Там мы знакомились. Там мы много делали работ для нашей области. Были много курьезных случаев. Вот, но это, как бы, сплачивало коллективы, группы. Вот. Ну, и я жил в общежитии. В общежитии та же интересная жизнь. Много таких моментов. Вот. Иногда, так сказать, кончались деньги. Вот, нечего было кушать. Тогда шли, значит, в соседнюю комнату. Вот. К нашим однокурсницам, которые нас спасали вот от этих моментов. Были интересные моменты. Вот мы проходили практику в Ленинграде, на электросиле. Вот. И это многое дало нам, вот, в жизни. И там я встретил свою жену, вот, однокурсницу Людмилу Соболеву, с которой мы уже живем, 79-го года, уже более 30 лет. У меня замечательные дети, я уже дед, у меня две внучки. Поэтому вся моя судьба, вся моя жизнь, она связана с нашим институтом. Более 25 лет существует кафедра при заводе. И мы готовим специалистов уже с третьего курса. То есть они у нас проходят практику на заводе. Мы им готовим дипломную работу. То есть они уже, по сути дела, знают, куда идут. Мы проводим тестирование. То есть кто-то способен решать конструкторские задачи, кто-то технологические. А кто-то хороший организатор, который идет в ЦХ, мастером. У нас существует совет молодежи на заводе. То есть люди, которые приходят, молодые специалисты, они сразу вливаются в совет молодежи. У нас есть такая традиция. Мы посвящаем влепсинцев. Поэтому и требование, в первую очередь, от инженера, это создавать новые виды продукции. А мы сегодня имеем лицензию на право изготовления новых видов продукции всех. Атомной, космической, авиации, автомобилестроения. Поэтому требования сегодня у нас к инженеру и технологии очень высоте. Поэтому мы ставим новое прогрессивное оборудование. Это пятикоординатные станки, которые сегодня на голову выше тех станков, которые были раньше, в наши времена. Система, подходы совершенно другая, инженеры, он должен и программы создавать. И создавать конструкцию, которая должна потом трансформироваться в трехмерном пространстве в виде технологий, в виде изготовления оснастки и программы для станков ЧПУ. То есть это большая требования. Я считаю, что сегодня политехнический наш ВИАД ГТУ идет в ногу со временем. И то, что в ВИАД ГТУ выиграл инновационную программу на 200 миллионов рублей, обогнав 57 вузов нашей страны, это говорит о том, что наш институт даже при смене руководства идет правильно. Я думаю, что Пугач, Владимир Николаевич, держит правильные курсы. Я думаю, что мы его будем поддерживать в этом плане. Так вот, светлая голова инженера, это зависит все в первую очередь от нашего университета. И тесная связь университета и завода или заводов, это залог уверенности в том, что наши экономики будут на высоте. Надо слазить нам с нефтяной иглы, внедрять высокотехнологичные изделия, поднимать нашу державу, увеличивать долю машиностроительного комплекса в бюджете нашего государства, ВВП. А это необходимо только при тесной связи науки и производства. Я хочу, чтобы наши теплые, хорошие отношения, они только укреплялись и продолжали развиваться на благо нашего региона, на благо нашей страны. Успехов вам и с праздником!